Здравствуйте, меня зовут Сергей Шароватов, мне 31 год. В 2019 году я закончил в ГИК имени Герасиму. Я актер. Пожалуй, самая сильная работа, которую оценил даже жюри фестивальная, это фильм Леши Федорова из ГИТРа «Серега решил застрелиться». Я там сыграл такого алкоголика. Собственно, я Серега и персонаж Серега. И интерес этой роли был в том, что персонаж такой алкоголик, который типа гроза района, сидит дома, бухает. И в то же самое время, как выясняется в процессе фильма, я так спойлер рассказываю, у него тонкая душевная организация, потому что в процессе действия в фильме раскрывается его внутренний такой тонкий мир, как он вообще дошел до этой жизни. То есть он абсолютно нормальный человек, и то, что вот это вот его жизненная маска, жизненные обстоятельства, которые привели его в это состояние. Мне было интересно это сыграть. То есть ты играешь не просто какого-то там хулигана-бадлана, а одновременно этот человек внешне выглядит так, а внутренне он довольно-таки чувствительный и тонкий человек. Мне по органике говорят, что у меня сильное отрицательное обаяние. Мне всегда предлагают каких-то антагонистов роли. Когда зритель смотрит, когда вот в начале фильма появляется просто отрицательный персонаж, ну как-то он вызывает у тебя отрицательные эмоции, ой, какой противный. А потом, если где-то в середине фильма раскрывается, почему он стал таким, объясняется, мотив. Ведь у любого преступника есть мотив, если он не совсем психический, ненормальный. Что привело этого персонажа к этому? Вот мне интересно было бы сыграть такого. То есть отрицательный, абсолютно отрицательный. Но почему он таким стал? Оправдать его и показать зрителю, чтобы зритель почувствовал. Слушай, а я не знаю, какая у меня рабочая сторона. Вот мне все время говорили, там типа надо в зеркало посмотреть на себя. Ты смотришь на себя в зеркало и ничего не видишь. Я еще очень хочу в комедии в какую-нибудь сыграть, чтобы прям выйти на серьезном фейсе. А люди просто писались со счастья от смеха. Этим и прекрасна жизнь артиста, потому что ты то там, то там. Резкие перепады температуры, резкие перепады в пище, в гонорарах. Когда я поступал во ВГИК, я почему-то, как и все, наверное, думал о том, что, боже мой, как важно, как хочется там быть знаменитым, как хочется где-то попасть в хороший проект. Понятно, это желание никуда, оно не уходит, на то мои актеры. Но в какой-то момент я осознал, что очень важно, действительно важно то, что ты процесс, ты занимаешься любимым делом. И если ты не получаешь удовольствия от этого дела, то жизнь становится бессмысленной. Мы не можем, как другие люди в других профессиях, сидеть и до шести вечера ждать, когда откроется проходная, мы вылетим на свободу. Невозможно приходить на репетицию или на съемку и смотреть на часы и ждать конца. Вот, поэтому я просто пришел к такому моменту, что жизнь происходит здесь и сейчас, и нужно получать кайф здесь и сейчас. Я не то, что бесплатно готов там где-то работать. Мне кажется, я готов доплачивать для того, чтобы заниматься любимым делом. Я понимаю, что, может, это как-то тупо звучит, но я им наконец-то занимаюсь. Я к этому пришел, я на самом деле счастливый человек. Друзья, звоните, пишите. Я не всегда доступен по телефону, но всегда доступен в WhatsApp. Чем могу приполезен, буду рад. И еще, мой рост 184 сантиметра, размер одежды 50, обувь 43-44. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!